Анастасия Астафьева Кусок не шел в горло, и никакой радости не стала она получать ни от восходящей на ее маленьком огородике картошки, ни от любимой козы-белки. Паня скрюченно сидела на табуретке у окна, уронив руки в подол выцветшего сатинового платья и смотрела вдаль, не видя ничего и никого. Федька был пьяницей. Горьким, страшным. Еще парнем пристарстился он к вину, и не было с сыночком никакого сладу. Пил и с дружками, и вместе с отцом, пил на работе и дома, когда на халяву, когда в долг, а когда и вещи таскал. За вещи отец бил его и выговаривал, что дек последний вахлаг из избы добро на водку тянет. За этим край, амба. Федька и на мотоцикле с пьяными собутыльниками бился, по костям собирали. И на тракторе, во что и в кого только не въезжал. И в сугробе замерзал. Никакой черт его не брал. Бабка Паня, в те годы еще Павла Афанасьевна, кладовщица колхозной МТС, грешным делом благодарила судьбу за то, что та не послала ей больше детей и не нарожала на еще таких вот вахлаков себе на погибель. Передышка в Федькиных загулах случилась, когда забрали его в армию. Два года прожила Паня в покое. Сыночек на дисциплине, а отец, захворав от выпивки, отступился сам. В одночасье. Ждали, что сын из армии вернется другим человеком. Не тут-то было. Как начал отмечать сыночек свой дембель, так остановиться не мог. Все дни слились для Пани в один. Так бывает поздней осенью, в ноябре, когда беспросветное, набрягшее дождем небо уляжется на серые поля и тощие перелески и неделями сеет, сеет, нудную зябку и мокрить. Конца края не видно. Отстал Федька от пьянства внезапно. Почти чудесно. Однажды к соседке, точнее, к ее дочке Натахе приехала на Майске погостить подружка из города. Учились они там вместе, ПТУ заканчивали. Как положено, вечером пришли в клуб на танцы. Натаха та крупная, бойкая, чернявая, а подружка полная ей противоположность. Невысокая, аккуратненькая, блондиночка. Имя редкая Лиля. Одета хорошо, духами пахнет. В общем, Федька влюбился, что называется, с первого взгляда. Обычно в клуб попрется, так ни спецовки, ни сапог не снимет. А тут в бане вымылся. Рубашку матери чистую попросил. Брюки, ботинки, как положено. Лежащий на кровати больной отец, собрав силы, поднялся, сел, подколол сыночка грубой шуткой и, получив в ответ свирепый взгляд, зашелся в кашле. Федька ушел, хлопнув дверью, и явился только на заре. Совершенно трезвый. И на следующий день так же. И на третий. Праздники пролетели быстро, городская гостья укатила домой. Федька неделю ходил мрачнее тучи, ни с кем не разговаривал. Трезвый. Потом собрал вещи, ничего толком не объяснил родителям, не попрощался как следует и усвистал на вечернем автобусе вслед за своей зазнобой. Через три месяца после его отъезда пришло письмо. Женился, работает на заводе, живут пока в общежитии. Так и осталось для всех загадкой, чем улестил деревенский пьяница Федька городскую красавицу по имени Лиля и что за силы была у этой хрупкой девушки, способная напрочь отбить молодого мужика от водки. Долго пани не верила, что союз этот навсегда. Думала, пройдет немного времени, заглянет Федька в рюмку и все опять покатится под гору. Но прошел год. Молодые родили пацана-первенца, через три года произвели на свет девчушку. По письмам и слухам, доходившим до родной деревни, жили хорошо. И материально, и промеж собой. Спиртного Федька в рот не брал ни капли. Вышел в бригадиры. Когда помер отец, приезжали все семьей на похороны, привезли бабки и пани внуков. Она смотрела на сына, как на чужого. Так разительно была перемена. За поминальным столом вместо Федьки сидел солидный мужчина с прямой спиной, строгим взглядом. Густые пепельные усы делали его старше. Паня смотрела на него и физически чувствовала, как по капельке уходит из нее, из ее сердца, из ее памяти, из каждой клеточки тела многолетний ужас перед сыном. Невыносимое напряжение, тоска, вина. Паня решила, наконец, отпустить себя, поверить и расслабиться. И такое-то было счастье, такая невыносимая легкость, что она сразу после похорон слегла с гипертоническим кризом. Не справилась со своей свободой. Дальше паня жила одна. Сдала корову и завела вместо нее козу. Собиралась потихоньку дорабатывать до заслуженного трудового отдыха. Догрянули перемены в стране. Колхозы обнищали, сначала перестали платить зарплату, потом и вовсе сократили. Паня, как и все оставшиеся на селе люди, выживала на подножном корму, научилась приторговывать на рыночных развалах, плела половики-кругляши, варежки, носки вязала, заготовки овощные, грибы в баночках продавала. Чтобы было на хлебец, на сахар. Так и дожила, дотянул до пенсии. Федька матери писала исправно два раза в год. Летом на ее день рождения и на новогодие. Иногда присылал деньги. Небольшие, но все равно приятно. Она их никогда не проедала. Использовала либо на ремонт, либо дрова покупала. Сын давно получил квартиру, звал в гости, но она так ни разу и не собралась. Внуки уже окончили школу, пошли в институт. Как они растут, паня видел только на фотографиях, которые выпадали вместе с письмами из конвертов. Потом Федька писать перестал. Паня понимала, что времена трудные, не до того работу бы не потерять, детей выучить. Но однажды не выдержала и села писать сыну сама. Долго и трудно выбирала слова, чтобы письмо не вышло жалобным, а все равно съехала на грустное, одинокое свое житье-бытье и разревелась под конец, даже уронила на тетрадный листок несколько слезинок, под которыми тотчас же расплылись мелкие ровные буковки ее почерка. Ответ пришел на удивление быстро. Писала невестка. Письмо, короткое и резкое, поведала Паня, что вот уже больше года Лиля с Федором не живут вместе. Завод, на котором он трудился всю жизнь, давным-давно встал, ее тоже сократили. Найти новую работу в их возрасте в эти времена практически невозможно. Федор перебивался случайными заработками, потом запил. Дети уехали учиться в другие города, ничего их больше не связывает. Нет, обратной дороги нет. Развод назначен на 5 июня. Давно забытым ужасом и тоской скрутило Пани на сердце. Все вернулось в один миг, словно и не было почти 20 лет ее спокойной жизни. Письмо принесли седьмого. Значит, уже все, развелись. В таком-то возрасте уж не потерпелась невестушке, не поддержала мужика в трудную минуту. Худо ли прожила-то за ним? Он ради нее себя об колено смог переломить и столько лет держался. А она? И как теперь они все и Паня, в том числе, будут жить? А вскоре пришла телеграмма от Федьки. Буду субботу топи баню. До субботы оставалось два дня. И вот эти два дня Паня ходила как в воду опущенная. Она хотела и очень старалась отыскать в своем сжавшемся нутре хоть какой-то, хоть самый крохотный огонечек радости. Сын приезжает, она теперь будет не одна. Но ничего, кроме страха, там не было. Ей навязчиво представлялось, как валится пьяный Федька в дом, заорет, заблажит, в грязных сапогах протопает по половикам, завалится на постель, захрапит. А утром ни свет ни заря начнет трясти ее, требовать на похмелку. Господи, зашептала Паня в отчаянии, Господи, прости ты меня, я и сама не понимаю, как так сына своего собственного, единственного сына, боюсь, еще не видевши, ненавижу. Как жить, Господи? Хуже не ожидать, да догонять. Два дня и две ночи промаялась Паня, а в субботу встала Раненька и сказала себе, будь что будет. Подоила козу и выгнала ее пастись. Затворила пироги, накачала воды и затопила старую прокопченную баню, сходила в магазин и сама, словно хотела какую-то точку поставить в своих метаниях, купила бутылку водки, а к ней хлеба и две банки рыбных консервов. Пусть сын не знает о ее страхе, пусть ему в родном доме будет уютно. Утренним автобусом Федька не приехал. Стало быть, нужно ждать вечерним в пять. А у нее к полудню уже и бани, и пироги поспели. Чем занять себя? Паня взяла тяпку и отправилась пошевелить картошку. Сходы были ровные, густые, один к одному. Земля после вчерашнего дождичка влажная, податливая. Парила. Растревоженная мошка лезла в глаза, в рот. Не обращая на нее внимания, Паня работала споро, с охоткой. Когда от одновразной позы заныла спина, она разогнулась, опершись на тяпку, огляделась и вздрогнула. У забора стоял рослый темный мужик. Ослепленная ярким солнцем, Паня не сразу признала в нем Федьку. Только после того, как тот подал голос. Здорово, мать! Здравствуй, сынок! Отозвалась Паня. Ты на чем же приехал? Я тебя утром ждала. Да с попуткой отмахнулся Федька, заходя во двор. Мать скользнула взглядом по фигуре сына. Одет он был чисто, опрятно. Из вещей только большой рюкзак за плечами. Обнялись. Вошли в дом. Ты покушать с дороги или в баню сразу? Спросила Паня тихо. Успеется, неопределенно ответил Федька, присел на табурет у стола, потянул к себе рюкзак. Стал выкладывать скромные гостинцы. Конфеток вот тебе, сыр ты любишь. Тут консервы кое-какие. Да будет тебе, Федя, оборвала его Паня, с тревогой приметившая, что бутылку он не выставил. Припрятал уже где-то. Че случилось-то между вами? Че разбежались-то? Так, пожал сын плечами, не глядя матери в глаза. Как у всех ничего нового? Куда мне вещи свои положить? Оставь. Я вон в комоде ящик освободила. Уберу. Иди в баню-то, высценит. Паня выдала ему банное, отправила мыться. Сама разложила немногую привезенную им одежду в нижнем ящике комода. Сапоги и ботинки поставила к порогу. Куртку и пиджак повесила на плечики и прибрала в шкаф. Немного нажил сын с невестушкой за двадцать-то лет. Сколь увез, столь привез. Пока Федька мылся, Паня успела сварить картошки, достала с подпола соленых огурцов, накрыла на стол, выставив на середину запотевшую бутылку. Рюмочки поставила себе и ему. По-хорошему, чтобы, по-человечески. Распаренный, краснолицый, Федька сел за стол, с жадностью навалился на еду. А когда мать потянулась за бутылкой, устав гадать, чего это он фасонит и не наливает, остановил ее. Не надо. Я это закодировался. Убери. Паня торопела сперва, а потом послушно встала и спрятала бутылку варенок, лежащий на русской печи. Почему туда, она и сама не поняла. Наевшись, Федька сыто потянулся и предложил матери. А пойдем, пройдемся по родной деревне. Поглядеть хочу, как тут все у нас изменилось. И они пошли. Высокий и широкий Федька и едва достающему до плеча седая Паня. Она даже под руку его взяла. Небывалое дело. Неспешно шагали они по родной улице, где каждый второй дом стоял теперь с заколоченными окнами, за разобранным забором, завалившись на угол. Поля за деревней зарастали сорным березняком и елкой. Три фермы на взгорке, бывшие когда-то богатыми, зияли пустыми черными окнами, провалившейся крышей, разъявленными воротами. Во враге ржавел остров комбайна. За всю прогулку им встретилась только старуха, выпалшая на лавку, за калиткой погреться на солнышке, да почтальонка проехала на велосипеде. Вот они, наши перемены, Федя, горько сказала Паня. Зря ты приехал. Ничего тут тебя не ждет. Работы нет. Пенсию и ту, не пойми, как носят. Третий месяц уж дожидаемся. Хорошо своя картошка, а хлеб да чай под запись в магазине дают. Думаешь, в городе лучше перебил ее сын? Нам на заводе зарплату утюгами и женскими китайскими пальто стали ее давать. Иди перепродавай, если хочешь жить. А потом и вовсе в бессрочный отпуск. Я и на стройке, и на рынке. Надоело. Он помолчал, собираясь с мыслями, и заговорил тихо, глухо. Мама, ты не бойся меня. Не рада ты мне, вижу ведь. Думаешь, на шею твою приехал. Гулять думаешь опять. У пани острый ком встал в горле до боли. Она и дышать перестала идти, дальше не смогла. Слезы сами покатились по ее щекам, и она стыдилась, их и никак не могла сдержать. А Федька продолжал. Летом огород, сенокос, дом подлатать надо, хватит работы. А к зиме в лес мужик, что меня подвозил, звал в артель, говорил, можно заработать. Дрова-то всегда нужны, и кругляк они гонят на продажу в Москву. Ты прости меня, мама. Прости, что я непутевый такой у тебя. Хочу новую жизнь начать. 45 лет. Самый срок. Они давно вышли за деревню и сидели в березках на краю оврага, на прогретой солнцем мягкой траве, среди которой часто белели маленькие цветки земляники. Сын все говорил и говорил, мать слушала и плакала, и старалась верить в его слова и обещания. Ей так хотелось любить сына. Просто любить. Легко, светло, ничего не боясь, ничего не ожидая плохого. Так как любила она его маленького, чистого, до всех этих бед. Ведь любила же. как давно это было. И было ли словно в другой жизни. сейчас я хотела бы исполнить для вас песню собственного сочинения, которое называется «Неупиваемая чаша». Пресвятая Богородица с грустно-строгими глазами, видишь, как усердно молится моя старенькая мама. Мама, душу мою грешную хочет вымолить у Бога. Ты ведь знаешь, Матерь Божия, сколько жизнь ее ломала. Зря тебя бы не тревожила моя старенькая мама. Может, все молитва матери говорят с одна достанет. Без тебя могу, что дать я ей. Если пьяницей устал я, не умею ни молиться я, ни любить других, ни плакать. Помоги ты ей, причистая, сына вызволить из мрака. Жалко маму мне по-своему, только страсть, видать, сильнее. Оттого порой и вою я, что не пить я не умею. Вот она неупиваема на твоей иконе чаша. Верю Богом, мы спасаемы. Заступись о доле нашей, Пресвятая Богородица, С грустно-строгими глазами, Не отвергни ту, что молится Мою старенькую маму. Не отвергни ту, что молится Мою старенькую маму. У меня есть целый альбом, посвященный маме. Называется он «Не обижайте матерей». И среди прочих моих дисков он есть в интернет-магазине Wildberries. Ссылочка под этим видео. И вот здесь вот наверху, справа, в углу. Храни вас Господь и обнимаю всех душой.